церковь как главный религиозный институт нашей жизни я беру церковь вообще в широком смысле слова потому что церковь есть христианская есть мусульманская церковь это все церковь буддийская допустим у нас бурятии работает и так далее еврейская это все это все большое понятие церковь это религиозные институты которые связывают наше общество с богом они безусловно должны следить за тем как соблюдаются общепринятые общемировые нравственные установки которые заведены во все религии мира если откроете скажем библию откроете коран вы найдете очень много совпадений вот в области нравственных установок не убей не укради это все одно и то же то же самое записано в торе то же самое вы найдете во всех буддийских книгах везде вы найдете одно и то же эти нравственные установки говорят о том что должна быть здоровая семья почему ее не должно быть ведь если у нас не будет здоровой семьи значит не будет здорового потомства во первых мы должны уважать тот мир который живем уважать ближнего своего не желать ему зла не совершать поступков которые могут этого человек вывести из равновесия доставить ему какие-то неприятные моменты и так далее это все в принципе регулируется и контролируется и каким-то образом поддерживается в мировой церкови во всех видах ее проявлениях во всех религиях одно и то же поэтому если церковь посчитала что скажем опера тангейзер или еще что-нибудь не отвечает сегодняшним общим принятым нравственным установкам то может быть стоит создать какой-то консультационный центр который бы утряс вот эти вот несуразности конечно же не нужно взрывать театры конечно не нужно махать плакатами а просто поговорить с режиссером сказать слушай ну ты же режиссер ты же творческий человек неужели тебе так трудно отказаться от идеи которые каким-то образом раздражают вот эту часть общества и всегда так было ведь нет с полной свободы это же бред полная свобода это чушь что такое одна из формулировок свобода свобода это осознанная необходимость значит если ты свободный художник то ты осознанно понимаешь необходимость внесения изменений для того чтобы сгладить углы все почему нельзя договориться почему обязательно нужно идти в штыковую я никак не могу понять